В шесть лет первое ружье получилось, отца с закрытыми глазами в утку стрелял, и, конечно, он наводил ужас. И вот он сидел перед спектаклем, и ночью он заснул прямо в кресле возле огромного ведра с белой краской. И, видимо, во сне Качнулся, но носком туфли задел за ведро, эта вся белая краска разлилась, декорация была темно-зеленого цвета. Он подскочил в ужасе, не знает, что ему делать. В результате, на следующий день, премьера, Мамонтов заходит, поздравляет Константина Алексеевича, говорит, Костя, удивительно, замечательно, великолепно, но вот эта лилия волшебство. То есть Коробин сделал лилию из этого белого, разлившейся краски, обыграл ее и подсушил. Ну, вот так он вышел из этого положения. Ну, помимо того, что ему соль всыпали в краску, ему еще и в ботинки гвозди сыпали для театральных деятелей, это частенько бывает. Ну, особенно для Коробина, я думаю, что этим занимались не рабочие, а скорее актрисы, которые, как говорили завистливые оперные певцы, говорили, не успеет этот Коробин зайти в театр. Все только и говорят, Костя, 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 Костя. Шелестит везде, от закулисья до портера. Везде только одно имя Костя. Ну, и, конечно, жену свою тоже он нашел, конечно же, в этой среде. Анна Яковлевна Фильдлер, женщина была совершенно, возможно, другого склада. И не похожая, может быть, на ту женщину, которая должна была достаться короне. Но так получилось, что они с ней стали в близких отношениях, и даже родился первый сын. И, будучи девяти месяцев от роду, Константин Алексеевич уже похоронил его, потому что не было денег, не было достаточно средств, чтобы содержать. Брак у них тоже никакого не было, но законы Российской империи были очень правильными. Они гласили о том, что если женщина родила ребенка от мужчины, даже вне брака, он обязан ее содержать всю оставшуюся жизнь. Даже если ребенок умрет, а он ей скортил всю жизнь, он обязан ее содержать. Видимо, Константин Алексеевич долго сопротивлялся, но когда родился уже второй сын Алексеевич, через семь лет, он узаконил свои отношения с хорейской частной оперы Мамонтова Анной Яковлевной Фидмерой. Но, как пишут современники Коровина, это ничуть не повлияло на жизнь Кости Коровина. Они, фактически, частенько жили отдельно друг от друга, и он часто исчезал, неожиданно появлялся. Он жил совершенно своей творческой, совершенно особой жизнью. И вот после такого грандиозного успеха, который произошел на выставке в 1896 году в Нижнем Новгороде, Константин Алексеевич Коровин в 1898 году получает предложение, а вы помните, я вам говорю, да, Винте. Очень хорошо отметил его работу на Нижегородской ярмарке. Так вот, ему предлагают стать главным художником-оформителем Парижской выставки 1900 года. Конечно, многие художники хотели заполучить эту работу. И многие участвовали в ней. Там и Головейнус участвовал, и многие-многие другие. Но Коровин как бы консультировал и был главным художником русского отдела, кустарного отдела промышленного России. Кустарно-художественного отдела. Вы знаете, что главным консультантом, инспектором этой выставки, комиссар, как его называли, был князь Тенишев. И, конечно же, то, что Константин Алексеевич получил такой заказ великолепный, этому еще послужила и Мария Клавдина Тенишева, жена Тенишева. Великолепная женщина, уникальная. Вы, возможно, видели эту работу его, Константин Алексеевич неоднократно ее писал. Вообще женские натуры он очень любил писать. И это великолепные художественные полотна. Так вот, Мария Клавдина действительно считала, что вот все, что угодно, но вкус у Коровина безупречный. Это говорили все. И даже не другие говорили, что у Коровина был безупречный совершенно вкус. Поэтому он и создал этот знаменитый кустарный павильон в Париже. Два года он пишет, я провисел на этих лесах. А французы говорили, о, этот Коров, этот Коров, он мелькает то там, то здесь, по этим лесам бегает, вроде ничего не делает. Но как только он где-то появляется, там все начинает расти, обрастать. И это получается великолепно. И действительно, то, что сделали русские художники, это повлияло. И до сих пор влияет на всю европейскую культуру. Была представлена Россия во всем ее многообразии. Вот эти кустарные наши провозлы. Как нас воспринимают иностранцы? Мы же это ни для кого не секретно. Что мы ходим в платках, значит, мы играем на балалайки, пьем, извините, да, крепкий напиток, вводим на цепу медведя. Ну вот почему такой образ создали европейцы? Кто создал такой образ? Именно так вот на кустарном этом промышленной выставке привели такой вид, создали наши русские художники. В том числе в этом участвовал одним из первых Константин Алексеевич Королев. Тенишева привезла великолепный оркестр, которого руководил Андреев. Сейчас это оркестр имени Андреева. Оркестр балалайшников, который в этих рубахах необыкновенных, с этими балалайками. А вы знаете, что врубель даже воровал балалайки, чтобы никто их больше не расписывал, кроме него. Он так, ему понравилось расписывать балалайки, что он ночью бегал и таскал, чтобы никто, кроме него, не разукрашивал. Это, конечно, удивительно. Как объединились все художники, как они хотели представить действительно русское уникальное, удивительное искусство. И это им удалось. Помимо всего, конечно, там были представлены и творческие работы, в том числе и Константина Коровина. Коровина – это знаменитые его балкона. Испанки Леонора и Ампара знаете, конечно же, эту прекрасную работу. И Константин Алексеевич за эту работу получил золотую большую медаль. Он получил две золотых и небольших медали. И много серебряных, около десяти наград всего получил. Но самое главное, по окончанию выставки, в сентябре 1900 года, Константин Алексеевич Коровин – единственный из художников, кто был награжден почетным званием и получил орден почетного региона Франции. Возможно, не все об этом знают, у нас не так часто почему-то об этом говорят. А ведь для него только Карл Брилов удостаивался такого высокого звания. Это действительно, это очень почетно. И Константин Алексеевич чрезвычайно гордился этим. Но это было признание. Это было признание его творчества, признание его работы. Он чрезвычайно радовался. И имя Коровина не сходило с газетных страниц европейских. Не было европейской газеты, которая бы не написала о Коровине. Вот так иностранцы узнали русский импрессионизм. Во время вот одной из своих французских поездок, Константин Алексеевич, как всегда, выходил в плаще и работал на улицах Парижа. Это ранние, начало 20 века его работы. Это были великолепные парижские. Когда он писал, а сзади подошли русские туристы и говорят, ну вот умеют же французы работать. Константин Алексеевич повернулся и сказал, и русские не хуже. Как он всегда подчеркивал свою русскость. Как он всегда об этом везде говорил. Как он любил Россию. Это вообще, конечно, удивительный патриот России. И таким он был с детства. После такого уже приятия на Западе, конечно, для него было странно, что уже все его друзья получили звание академиков. Да, не только званию Константина Алексеевича. Он уже не только работает главным декоратором четырех императорских театров. Два в Санкт-Петербурге, два в Москве. Мариинка Александринский и Большой Малый. Четыре театра вел. Нет ни Сапсана, ни Стрелы, чтобы молодежи было понятно. Ребята, добраться только до Санкт-Петербурга это была проблема. А Константин Алексеевич мотается между столицами и успевает. Как он успевал. За свою жизнь оформил больше 150 спектаклей. Это, конечно, уникально. Вот эта необыкновенная трудоспособность, трудолюбие. Энергетика его необыкновенная совершенно. Конечно, сделала его и таким ярким художником, который запоминался с первого мгновения. Ну и что происходит дальше? Константин Алексеевич начинает преподавать. Он же великолепный педагог. Сначала преподавал в Строгановском училище, а потом преподает уже в своем родном училище живопись военнеизучества. Вместе со своим другом Сиропом. И вот, наконец, в 1905 году Константин Алексеевич получает такое заветное звание академика живописи. Ну, конечно, он был очень доволен. К этому времени уже относятся, наверное, лучше его и станковые работы, и его театральная живопись уже принята, уже во всем мире об этом говорят. И, конечно, это огромное количество публики, которая с наслаждением воспринимает его выставочную работу. Несмотря на то, что он никогда фактически не принадлежал никакому обществу. Он не был передвижником, в отличие от своего старшего брата Сергея. Человека с очень печальной судьбой. Вот два брата. Константин Алексеевич очень любил Сергея. Все говорили всегда, что Сергей намного, хотел вам показать, намного талантливее Константина. И действительно, у него был великолепный рисунок. И когда он учился в училище живописи, все педагоги говорили, это будущий русский гений. И действительно, работы его отличаются. Но он посвятил свою жизнь, поскольку он был совершенно другого ментального состояния и психологического. Он писал в картине христианского быта. Это знаменитая его работа на миру, это в ожидании суда, это вот на богомолье. Он был очень верующим человеком, оказался не очень счастливым и в женихе. Вот тут что Константину, что Сергею не особо повезло. Сергей Алексеевич, будучи 25-летним молодым художником, поехал на пленэр писать в деревню. Ну и пришлось ему после этого жениться на такой крестьянской девушке совершенно. Но не все крестьянские девушки Лизоньки. Поэтому жизнь, хотя в монографиях написано, что такая идиллическая жизнь, никакой идиллии там не было. Очень тяжелая, суровая правда жизни. Жена его не понимала, все время его впилила, не понимала его художественных наклонностей. И ей нужны были бесконечно, конечно, деньги, чему не мог дать Сергей Королин. Человек абсолютно честный. Вы знаете, Сергей Королин очень долго расписывал храмов. Такой опыт был у Константина Алексеевича. Они все ровно в Костроле расписывали, вы знаете, это известный факт. Но вот то, что делал Сергей Алексеевич, это совершенно уникально. А в начале 1900-х годов он получает заказ на оформление для исторического музея огромного панно «Куликовская битва», Которая не существует.